В последнее время компания «Солерс» не давала громких поводов для обсуждений. Что неудивительно, сборка коммерческих «Фордов» в Елабуге и легковых маст во Владивостоке остановилась, а ульяновские автомобильные и заволжские моторные заводы работу продолжили, вот только похвастаться им абсолютно нечем. Однако Восточноэкономический форум преподнёс приогромный сюрприз. Гендиректор холдинга Николай Соболев вдруг заявил, что под маркой «Солерс» теперь будут выпускаться автомобили. Какие, господин Соболев промолчал. Но стало понятно, что российские промышленники нашли нового зарубежного партнёра. Кроме того, на полях форума Минпромторг и «Солерс» быстро отредактировали действующий специальный инвестиционный контракт. Прежняя редакция документа предполагала, что компания углубит локализацию фордовских транзитов, наладив производство двухлитровых дизельных моторов нового поколения. Но теперь, после де-факто ухода американского автогиганта, эти обязательства стали неактуальными. И отныне соглашение предусматривает организацию производства совсем других машин. Разумеется, под брендом «Солерс». В этом году должна начаться сборка сразу двух моделей – бескапотной и полукапотной, полной массой от 2,5 до 4,5 тонн. Что это может быть? В головном офисе российского автопроизводителя предпочитают воздерживаться от комментариев. Правда, ещё весной Авторевю весьма уверенно утверждала, что Елабужский завод, где выпускались транзиты, может освоить сборку китайских фургончиков «Джак Санрей». Любопытно, что рядовые сотрудники акционерного общества, о которых опросил телеканал «Автоплюс», вообще удивлены самим фактом, что фирма готовит некие загадочные новинки. Но осторожно предположили, что это может быть продукция одного из подразделений китайского холдинга «Черри». Хотя «Джаковский солнечный луч» выглядит гораздо более правдоподобным вариантом. «Джак» делал ставки на группу «КамАЗ», с которым партнёры совместно сделали среднетоннажный «Компас». Хотя сейчас, когда производитель грузовиков попал под адресные санкции со стороны американских властей, отношения явно подостыли. И в этом разрезе «Соллерс» выглядит хорошей альтернативой, которая теоретически не должна попасть под санкции. И не просто хорошей, а весьма завидной. У него есть специальный инвестиционный контракт, несколько свободных заводов, а главное, компанию поддерживают на самом верху. В любом случае, в ближайшие недели или месяцы журналистское братье будет пытаться разузнать, какие грузовички должны будут встать на бывший фордовский конвейер. И это действительно интересная загадка.